Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер в студии. Прежде всего я хочу сказать о том, что действительно 47 депутатов подписали конституционное представление, потому что мы за последние 5 лет увидели имитацию борьбы с коррупцией. На самом деле что произошло? Были старые коррупционные органы, антикоррупционные органы, служба безопасности, полиция, прокуратура, налоговая администрация. И к ним добавились так называемые новые, на которые народ подлагал большие надежды, что они действительно будут бороться с коррупцией. Это антикоррупционное бюро, антикоррупционный комитет, это антикоррупционная прокуратура. И вот когда они были организованы, кстати, они в год нам обходятся примерно в 6 миллиардов гривен. Новый антикоррупционный орган. Так вот, оказалось, что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, они начали бороться сами с собой. Мы все помним эти скандальные истории, когда взаимные обвинения в парламенте были со стороны антикоррупционного прокурора и руководителя НАБУ. Мы помним этот скандал с руководителем НАЗК, которая выписала себе 250 тысяч гривен премию за сверхурочные работы. То есть люди поняли, что вообще идет имитация борьбы с коррупцией. А на самом деле, почему мы дали поданья? Потому что мы поняли, что любой человек, который, их миллионы в стране, который допустил ошибку при написании декларации, он может реально при политическом влиянии на эти органы, он может реально сесть в тюрьму, при том, что он мог случайно это сделать. То есть на самом деле произошла трансформация из органов, которые должны бороться с коррупцией, в органы, которые под внешним управлением призваны держать в узде украинскую элиту. А теперь, по сути, что произошло? Конституционный суд, который является высшим судом в нашей стране, принимает решение о неконституционности определенных моментов. Никто не отменял электронные декларации. Никто не вмешивался в борьбу с коррупцией. Просто судьи сказали, что не надо сажать, если человек ошибся, штраф, но сажать в тюрьму не надо, потому что каждый может сложить декларацию, каждый может иметь право на ошибку. И казалось бы, в этой ситуации должен быть просто поправлен этот закон. Но последовал окрик со стороны тех, кто ввел это ручное управление над украинской элитой, внешних управленцев, которые не хотят терять рычаги управления над всеми, кто находится в власти сегодня. Не то, что в власти, а всеми, кто имеет отношение к законодательной власти, к управленческой. Они хотят их держать в узде. Последовал округ, и дальше произошло самое страшное. У нас не собирался Совет Безопасности, когда обострилась ситуация с эпидемией коронавируса. У нас не собирался Совет Безопасности по важнейшим вопросам, которые возникали в стране. А поэтому тут же собрался Совет Безопасности. И президент принимает решение, которое на самом деле является антиконституционным внести законопроект о ликвидации, о увольнении судей Конституционного суда. Там есть шесть пунктов, по которым их можно уволить с работы. Ни один из этих пунктов они не нарушили. То есть что происходит? Сам гарант Конституции, идя на поводу своих внешних хозяев, пытается нарушить Конституцию и заставляет парламент это сделать. Я считаю, что сегодня, завтра, во вторник, по-моему, или в четверг у нас будет этот законопроект, это будет испытательный срок, испытательный момент для парламента. Парламентская президентская у нас республика, или мы полностью находимся под какой-то непонятной диктатурой, даже не наших управленцев, а внешников, которые дали окрик и тут же начали увольнять судей. Поэтому мы категорически против этого попытки государственного переворота. Давайте называть вещи своими именами, инициатором которой является действующий президент. И сегодня наступил момент истины для парламента, будет ли он иметь свое политическое лицо. Вот что произошло. Пане Юрию, власне, глава Конституционного суду Олександр Тупийский сегодня на брифингу заявил, что антикорупционное законодательство нужно вдосканавливать, и что это должен сделать парламент. Вы согласны с ним? А никто не против. На самом деле, мы ведь уже, по-моему, 6 или 7 трансформаций законно о борьбе с коррупцией пережили, и в прошлом парламенте, и часть уже в этом. Но увольнять судей из-за того, что они имеют свою позицию, это прямой путь к абсолютно диктатуре, которая ничего хорошего для страны не принесет. Это втянет страну в политический кризис, в сочетании с местными выборами, и эпидемией, с которой надо реально бороться, и это путь в никуда. Поэтому, на самом деле, вместо того, чтобы бороться с эпидемией, отвечать на вызовы бюджетные, отвечать на вызовы борьбы с бедностью, нас сегодня втянет в политический кризис руками гаранта Конституции, втянет в политический кризис, который может закончиться, в общем-то, непредсказуемыми последствиями.